Генеральный секретарь НАТО и ЭНС Толтенберг впервые после начала полномасштабного вторжения России приехал в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После слива информации, который, к несчастью, произошел в Америке, после многих достаточно украиноскептических заявлений от наших союзников, и не только в военном плане, но и в экономическом также, нужно было показать, что Запад, что НАТО в первую очередь до сих пор стоят вместе с Украиной. Так или иначе, наше контрнаступление начнется, и Запад сделает все возможное, чтобы оно было успешным. Сам визит и заявление Генсека были настолько неожиданными и, видимо, болезненными для российской верхушки, что пропаганда не придумала ничего лучше, кроме как связать Столтенберга с НЛО. Возможно, упавший возле Киева объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. Ну или украинцы действительно что-то не поделились со своими инопланетными союзниками, а может быть, просто таким странным способом в Киев перед контрнаступом прилетел глава НАТО Столтенберг, чтобы лично отдать приказ ВСУ идти в атаку. То, что Йенс, вот он, действительно в Киеве, так или иначе связан с рептилоидами, известно давно, и много шуток об этом. Но как бы ни хотелось, а факты не перечеркнешь, а ведь Генсек впервые заявил, что Украину ждут в НАТО в скором времени. Мы должны продолжать укреплять вооруженные силы Украины, и мы должны обеспечить надежные мощные механизмы для безопасности Украины. Позвольте мне четко заявить, что законное место Украины в НАТО. Она будет там с течением времени. Я буду поддерживать и помогать вам сделать это возможным сегодня. Мы с президентом обсудили многолетнюю инициативу по поддержке. НАТО с вами сегодня. Завтра и столько, сколько потребуется. На самом деле, вот Столтенберг сделал то, чего я лично от него не ожидал. Он действительно сказал, что на Вильнюсском саммите нам уже какую-то перспективу обрисуют. Поэтому, если раньше только Украина говорила о том, что в Вильнюсе мы должны получить хотя бы, ну если не четкие гарантии, когда и как мы вступаем, то хотя бы приблизительно таймсетку, знаете, приблизительно расписание, что когда должно происходить, то теперь это подтвердилось на уровне генсека НАТО. А это значит, что российские власти добились обратного эффекта. Ведь они оправдывали вторжение в Украину защитой от НАТО. А совсем скоро большей частью европейских границ будут граничить именно с тем самым НАТО. Никто шантажа и угроз России больше не боится. Действительно меньше боятся. Они просто увидели, что в России нечем отвечать. Что фактически у России остались только информационные способы влияния на ситуацию. Она может только шантажировать. Кроме того, эксперты уверены, приезд Столтенберга именно перед контрнаступлением это хороший знак для Украины и месседж для всего мира. Они также увидели, что украинская армия может достигать успеха. Украинская армия может быть эффективной. И она может добиваться тех результатов, которые украинское руководство обещает. И все это в комплексе привело к тому, что Украине стало больше доверия. В украинской победе стали меньше сомневаться. Соответственно, для того, чтобы приблизить эту победу, Украине готовы давать больше политического влияния, давать больше оружия, давать больше денег. И всецело поддерживать Украину. А вот для России, российских властей и армии это ужасный знак. Знак смерти на поле боя. Знак краха преступного режима. И знак самого строгого наказания за все зверства, совершенные над невинным украинским народом.